Продолжение следует... И, выполняя поручения главы государства, мы доложим о результатах всех этих обсуждений главе государства, и, скорее всего, на его уровне состоится соответствующее совещание, где будет принято окончательное решение, как мы будем действовать. Вы знаете, что глава государства перед нами стал задачей пересмотреть формат проведения вступительной кампании в высшее учебное заведение, и мы здесь тоже смотрим варианты возможного совмещения как традиционного централизованного тестирования, так и с элементом внутреннего экзамена, либо внутреннего собеседования. Это тоже такая достаточно обсуждаемая тема. Поэтому сегодня с депутатами посоветуемся, выслушаем какие-то их определенные, может быть, критические замечания, либо какие-то предложения, учитывая, что они на местах тоже работают в этом направлении, тем более, что это профильная комиссия. В любом случае, те решения, которые будут приняты, для их внедрения понадобится определенный промежуток времени, по нашему расчету, где-то полтора-два года, для того, чтобы подготовить всю соответствующую методическую базу, программную документацию. Поэтому общественности здесь не надо волноваться, мы должны дать какой-то промежуток времени для того, чтобы внедрить те модели, которые планируем обсудить, в том числе с депутатским корпусом. Но еще хочу подчеркнуть, что никаких таких существенных, я бы сказал, изменений не будет происходить. Вступительная кампания этого года, она практически тоже уже начинается, потому что уже появились, допустим, в вузах порядки приема. Мы до 1 апреля должны будем установить цифры приема, высшие учебные заведения, контрольные цифры приема. То, что мы сегодня обсуждаем, это никаким образом не влияет на этот год вступительной кампании. Продолжение следует...